В Великобритании предлагают вдвое сократить Палату Лордов. Сейчас там свыше 800 человек, больше депутатов только в парламенте Китая. Устоят ли многовековые традиции перед оптимизацией и экономией, выясняла наш британский судкор Светлана Чернецкая. В Верхней Палате Британского Парламента рекордное количество членов. Более 800. Зал же для голосования рассчитан на 400 человек. И в правительстве то и дело твердят, Палату нужно реформировать. Но сделать это не так просто. Дело в том, что в Палате Лордов уважаемые члены британского общества, которых нельзя просто уволить. Это наследственные пэры, религиозные лидеры, а еще пожизненные лорды. Их больше всего, и именно с них и планирует начать сокращение. Титул Лорда дарует Ее Величество с подачи премьера. За особые заслуги и зачастую людям преклонного возраста. Большинству лордов под 90. Одно из предложений по реформированию Палаты сократить срок перства с пожизненного до 15 лет. Абсурд. Палата Лордов значительно больше, чем Палата общин. Все-таки мы выборная Палата. И я уверен, что справедливо было бы сократить количество ее членов вдвое. С 2014 года пожизненным лордам разрешили идти на пенсию, при этом сохранив титул. Но таким правом пользуются единицы. Сегодня, к примеру, всемирно известный композитор сэр Эндрю Ллойд Вебер сообщил, что вынужден уйти из Палаты Лордов, поскольку из-за Брекзита работы прибавилось, а он хочет заниматься искусством. Впрочем, музыкант мог бы числиться в парламенте и дальше, получая при этом зарплату. Ее начисляют за каждый день посещения Палаты, но никто не проверяет, был ли человек на самом деле в зале. Среди пэров есть и те, кто ни разу в жизни не голосовал и не принимал участие в обсуждениях. Так что причины сокращать Палату очевидны. Вот только отказаться от многовековых традиций в консервативной Британии не так-то просто. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.